мы домой приехали лишь не собираем и правда нас не снимала такие кое-где совсем немножко тут общем так чуть-чуть мало вот уже собрали вот такое маленько такой ведерочек пластмасса с ванилькой собираем кот пришел приблудный опять заколебали уже эти коты будем собирать потом компот сделала ну так если купила вишни не знаю сколько полтора и потом второй раз покупал тоже там килограмм чем-то может еще из нее что-то сделала посмотрим мы пришли прогуляться гуляем туда сходили в одну сторону другую зашли опять свое местечко и опять настя нашла гриб вот какой красивый но который ну какой гриб классный и такой еще такую маленькую сыроежку ну гриб такой я посмотрю как пахнет вкусно хорошенький почти чисто чуть-чуть все по понюхал еще посмотрите вдруг все где-нибудь спрятался надо что-то в одном месте то тут дерево такое не дерево я не знаю ну это конечно дерево 100 старая лежит тут не то что ты доски всякие лежат накрутый шейфер мне я не нашла и тут вот уже какой по счету в этом месте и говорит даже не знаю тут еще такая что-то я села где а тут еще такая громадная чага выросла прям как будто лавы из вулкана надо же так прикольно блин я села по ходу дела на смолу не надо ванчик там крот валяется пойдем они не надо больше ниже грива вану зачем ты его трогаешь пошли тут вообще несколько деревьев все мы сюда ходим часто можем даже два раза в день прийти сейчас пойдем домой картошки накопали завтра суп будем варить родители привезли картошку пюре и рыбу жареная будем есть сегодня чтобы ничего не готовить положить не ваня то какая-то фигня от поганка поганку такой не ровни не ваня то поганки все в пне растут не на 2 блин не надо чего кабачков много наросло пока нас не было два дня огурцов сколько много надо все собирает завтра я буду косить пилочек потому что все так взросло огороде ну это вань поганка это не надо да ну все мы все поняли а где грибы то у тебя молодец мы с утра с гуляли когда вот перед тем как уезжать и нам попался это большущая собака знаю чья-то она или бездомная где так испугалась прям какой-то капец но вечно кто не попадет стуки за булдыги пьяные то собаки тогда вообще мы шли и к нам бежали две даже собаку кот идет он с нами гулять золотистый он кот идет еле-еле мы туда далеко ходили он с нами да тут дошел обратно шел как черепаха но дошел все равно да вот это не наш и не значение на ничьи к нам приходит каждый день и гулять вот с нами ходит да у нас трасса машин есть ну и туда вот если в ту сторону там ехать через по моему пять четыре с половиной где-то километра будет трасса москва рига из нашей вишни получилось только да и банки литровых потому что вся всю вишню съели птицы пока мы уезжали много очень вообще поклеванных половинки треть ягод висит но все ну ладно и то стали зато не пахнут вообще просто обалденно свои отличаются вишни от покупанных свои вот еще пахнут сильно похоже на на лаву лампу сегодня мы с вами начнем делать смородное вино то есть вино из черной смороды для этого нам понадобится 3 килограмма черной смороды у меня здесь побольше но я еще не перебирал то есть нужно 3 килограмма уже ягоды перебраны 2 килограмма сахара и 5 литров воды перебирать смороду нужно в чистую и сухую тару то есть обязательно не моем потому что на смороде природные дрожжи присутствуют и если мы их вы моим соответственно вину у нас бродить не будет поэтому смороду перебираем сухими руками в сухую тару просто убираем листики веточки и обязательно не пи не промываем после того как мы с вами перебрали ягодки это не все-таки чистенькие даже когда перебираешь вот сок они пускают это не не мокрые их не мыло это они пустили сок вот перебрали мы с вами значит и теперь мы их с вами передавливаем не измельчаем не блендыруем не на мясорубке именно или руками давим или толкушкой только деревянной приступаем мы с вами размяли черную смороду теперь нам нужно в 5 литрах воды растворить полтора килограмма сахара чтобы полностью все растворилось а полкило сахара мы оставляем на потомство мы с вами приготовили черную смороду у меня три банки мне кажется что хватит три банки перчатки этом будем с вами надевать когда сюда все прибавим так у нас здесь три килограмма значит на три банки нам надо разделить по килограмм примерно на глаз 5 литров воды тоже мы должны разделить потому что если у вас конечно есть 10 литровой емкости это вообще прекрасно надо заполнять не менее две трети то есть больше двух третьих нельзя потому что будет брожение и все тогда выльется из банки поэтому нужно две трети поэтому у меня нет такой большой бутылки или большой банки такой я буду вот по банкам по трех литровым приготовили мы уже с вами воду растворили в ней сахар до каждой там крупинки и теперь накладываем по килограмму как раз в банку и 5 литров делим на 3 то есть получается где-то лет 600 в общем примерно на глаз и сейчас мы с вами все это сделаем и наденем перчатки на горло банки все мы мы все манипуляции с вами произвели теперь что мы будем с вами делать оставим банки в теплое место темное градусов от 18 до 25 примерно на три недели должно бродить и перчатки должны надуваться потом через три недели мы должны с вами все это проверить попробовать на вкус если будет маловато сахар а то вот эти полкило который у нас типе того остались мы должны прибавить будем эти банки потом через шесть недель вино должно быть готова мы его должны перелить и хранить в темном прохладном месте то есть через шесть недель она уже должно быть готово из-за всего этого что мы с вами тут добавили в среднем должно получиться примерно 7 литров у вас будет отборное домашнее вино самое вкусное так что делайте